меня пару лет подряд мучил один вопрос очень сильный вопрос по поводу моего ребенка и в один из дней у меня просто голос из груди со мной заговорил мой же голос что нужно конкретно сделать в этом вопросе и это было так странно и так удивительно что мой же голос со мной же и говорил но он говорил со мной не из ума а из сердца потому что мы тоже мы только не физическом теле в другом мире находясь посмотрите в эти мониторы где вы мониторы условно говоря через ваши глаза это можно представить себе что вы сидите перед компьютером в мониторе смотрите на свой аватар которым управляете и вот маленько тупил то есть но никак мы клавиатуре все набираете набираете сделай вот так сделай вот так персонаж слышит и не слышит твоему клавишу нажимаете он все вправо никак не идет уже палец стены плавито вправо нажимать надоело все это дело берете микрофон и орете его туда тогда другой вопрос как аватару подключиться к высшему я так что было под был постоянный контакт потому что у меня иногда мозг отключается а тело начинает как бы само по себе работать и при этом всегда получается правильно вот оно вот остановить вот этот вот это радиостанцию в голове когда у вас одновременно надо каблутки починить надо к доктору сходить надо ребенка к стоматологу отвезти куртка старая подкладка оторвалась надо зашить а где мой муж может быть он с соседкой где-нибудь дрющится а на работе может меня скоро уволят и машина сломалась и колесо пробилось и все это надо успеть сделать так чего же начать понимаете да и все это одновременно пробегает в голове вы не знаете за что хвататься что самое интересное что самое интересное это просто само по себе как-то отключается а потом снова включается я не могу контролировать вы можете 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 смотрите как это делается вам нужно просто каждый день начать тренироваться у вас есть какое-нибудь место где вы можете ото всех сторонку в тишину отойти хотя бы на 15 минут чтобы вас никто не дергал есть такой вариант пока зима вот хорошо там или кресло или какую-то удобную удобную позу надо занять поза будет далеко не для всех удобно ноги затекают а некоторые в силу габаритов вот да поэтому не надо всего этого если есть кресло садитесь так чтобы вам было комфортно это поза не специальная в которой там буду сидит да или там самадхи в которой делают это опять-таки для важности все можно в любом состоянии быть медитировать в любом состоянии и в ходьбе и при мытье посуды и при мытье горшков чего угодно вот вы отдельно делаете дело на абсолютно автоматическом на абсолютно автоматическом режиме а мозги пустые вообще пустые и это можно достичь следующим образом садитесь зажигаете свечу ставите на пламени смотрите фокусируйтесь между пламенем или за пламенем либо до пламени либо за и вчера я рассказываю как раз как это делать начинает следить за собственным дыханием выдохнули но еще не вдохнули вдохнули но еще не выдохнули это очень тонкие тонкое мгновение сложно уловимое и когда вы начинаете прикладывать функцию наблюдения к тому что не требует нашего технического контроля а нам не нужно контролировать работу наших желез дыхательной системы мочеиспускательной системы пищеварительной сердечно-сосудистой нам это не нужно делать но когда мы начинаем прикладывать к этому внимание у нас происходит загрузка процессора этой операции туда ничего стихнуть уже невозможно дополнительно вот про тусы там про ребенка про мужа и так далее все это пролетает мимо периодически поначалу получаться не будет точнее вы сконцентрировались там 10 секунд посидели он опять в голову какая-нибудь время заползать чё сидишь фигня занимаешься какой-то занимать поеде посуду лучше помыть иди телевизор посмотри новости почитай мужа обед приготовь чё сидишь время теряешь без толку и вот эти провокации будут случаться не поддавайтесь просто позвольте себе быть самой собой хотя бы 15 минут в день и не думать совершенно ни о чём со временем у вас начнут получаться тем более вы знаете как это случается что значит быть без ума вы в этом состоянии уже были как только вы нащупаете внутри себя как только вы нащупаете внутри себя выключатель тумблер это знаете вот выключатель такой внутри вы его там переключили и все и уже там все то что происходит и мире да она на заднем плане вы просто существуете у вас нет никаких мыслей и вы знаете в этом состоянии приходит все что нужно все что вам нужно знать состояние ясности эта ясность лежит вне умственных измышлений вы просто знаете этого достаточно правильно я говорю так у вас это случилось но да то как сожалению не так часто как бы это хотелось хотела бы что все время было именно так а не как дело в том что если если все время то вы все бросите вы не будете заниматься ни семьей не ребенком не работой вам станет все это абсолютно до лампочки тоже точно так же как диагену синопска который в бочке жил в древней греции ну и вообще не интересовало ничего когда александр к нему пришел он говорит что встал не загораживай меня свет солнца видишь на солнце поняла скажите пожалуйста еще по поводу знаков я дополню еще один момент ему как раз он задал вопрос антагария же царь говорит ты что не боишься царя говорит а ты плохой ли хороший говорит хороший такой же разумный человек будет бояться хорошего понимаете хороший ответ дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание и хотела у вас еще по поводу знаков узнать вчера посмотрела на небо смотрю и там такой кружка как бы кружочек такой красный вокруг луны и это при этом закрывает луну и ровно на как бы даже то что луна закрыта все равно такой красный красный свет вокруг луны как-то мне жутко стало не по себе на самом деле ну ладно самое главное что это самая не голубая была луна а то может быть моисеев то у нас там умер недавно может быть его дух там луна заголубил слегка а тут оказывается красный чем там видели наверно а ну на кушке прилетели какое-то предчувствие нехорошее просто было не знаю почему да вы не беспокойтесь если завтра мы все тут представимся ничего страшного не произойдет полегче будет не то слово что ни один раз были случались случаи что я чуть не умирала поэтому я я знаю как это как хорошо там бывает не хотелось возвращаться последний раз еле руками двигала при возвращении чуть-чуть не считается чуть-чуть не считается но там на самом деле хорошо людей специально пугают чтобы здесь их дрючить понимаете вот власть имущие рассказывают сказки и эксплуатируют людинов дрючат их по сути вот если по простому так сказать как хотят и в хвост игре его поэтому от а там спокойно и хорошо ли своя игра ну да и здесь тоже интересно здесь интересного не скучно во всяком случае и хочу вас последний вопрос задать не буду больше мучить других и вас скажите пожалуйста к чему приходят умершие я понимаю что они не умерли ну допустим мне пришел дед один и он был такой весь серый он меня обнимал я ревела чё-то меня попросали все а я понимаю что он живой но почему-то он такой серый как мертвый выглядит и мне как когда и когда я увидел этого деда мне стало очень плохо потому что это часть семьи меня просто бросила не хотели со мной общаться я так разревелась разрыдалась он пришел подошел меня обнял но я вижу что он мертв у него кожа серая он похож чуть был на зомби я понял понял о чем вы говорите это он с нижних этажей тонкого мира его пристрастия поди какие-то были нерешенные заботы при жизни потому что он не говорил он просто молча меня обнимал и все а потом отошел ну а зачем зачем говорить то то что не говорил уже хорошо значит вот не пугал бывает так что приходит еще и тут еще и здесь на страде зачем это надо здесь пускай люди в невидении остаются вот здесь вот вот я просто сравниваю после этого у меня дедушка приходил который по маминой линии он пришел как живой человек он со мной посидел поговорил ушел все энергетически обезжиренной просто первый был понимаете когда все когда все устаканится будет тоже живчиком а пока вот маленько утолы у меня вот несколько вопросов к вам есть да вот первый вопрос вот владимир как вот вы пришли к вот этим зданием да что вас вот подвигло вы изначально как-то вот с детства к этому всему стремились или это вот какие-то ситуации в жизни ну происходили по которым вы вынуждены ну или не вынуждены что вас заставило да вот это изучать все ну как это назвать я но я понял ваш вопрос это естественный процесс и он не ограничивается дистанции одной жизни это процесс который происходит со стечением жизни дано безусловно безусловно прийти к этому невозможно единственное что мы с вами можем делать мы с вами можем наблюдать как наше мировоззрение меняется у нас вообще у людей как у аватаров от ума есть одна единственная возможность эта возможность связана с тем что мы смотрим на события и начинаем безоценочное суждение выносить то есть мы наблюдаем мы не сравниваем с собой они сравниваем со своими качествами и с теми качествами которые мы имеем это в определенном смысле сложно сделать почему потому что что мерилом то является большинство людей мерилом являются собственное качество либо самовозвышение себя над другими вы сам очень а на самом деле это и другое потому что раб всегда ищет тех кто похуже и рад всегда смотрит на тех кто повыше он хочет достигнуть того стать такими же как те кто повыше и умничижать еще больше тех кто ниже чтобы чувствовать собственное возвышение на это получается когда нас общество само так направляет то есть вот мировой как сказать процесс да вот те кто управляет этим обществом такое чувство что они создают специально вот эти условия чтобы мы это не они не они не они ну конечно если если вы создаете аттракцион вот представьте себе что вы решили построить аттракцион вы делаете там разные карусельки знаете одна каруселька таким образом гоняется другая другим образом здесь люди людям страшно и от этого не испытывают удовольствие они же зачем идут на карусельках кататься вот жизнь это тоже каруселька и есть определенные правила по которым функционирует это круш селька если вы тазики расставите на площадке и скажете вот ваши каруселька кто же на них будет кататься здесь можно создать определенные условия вот эти правила где есть задача есть необходимость решить эту задачу вот это и есть урок и каруселька поэтому правильно здесь все это есть а у нас есть возможность все это дело наблюдать и становиться более более объективным да эта объективность она не основывается на саморефлексии и эгоцентризме то есть это стороннее наблюдение и оценки без взаимосвязи с собой и с тем что владеешь но вот смотрите все таки да вот у меня такой вопрос а нет вот такой тенденции до чтобы человек здесь грубо говоря не развивал свои положительные качества наоборот регрессировал что смотришь так не бы так не бывает но в своем про не бывает в регресс нет но прогресс да но прогресс имеет двунаправленность в одном случае вы становитесь идеальным разрушителем в другом случае идеальным созидателем значит не делаете разницы между сетскими а если идеальный разрушитель тоже не делаете разницы между своими жертвы жертвами чужими и жертвами своими то есть вы с одинаковой легкостью перережите глотку и собственному ребенку и всем другим детям ну конечно это сложно понять как то вот пока да да вот этим умом когда-то это придет но вот мне пока не очень это все понятно еще владимир безусловно женщинам очень сложно по причине именно материнского базовой про материнской программы прийти к этим пониманием катастрофически сложно женщинам но это не невозможно это можно потому что можно на следующей на следующей модели вот о чем стоит задуматься представьте себе произошел какой-то катаклизм катастрофический не осталось никого остались у вас есть сосед которого всю жизнь терпеть не могли у вас сын или дочка есть дети нет у меня никого нет ну представьте себе на секундочку что у вас к примеру там дочка и остался сынишка соседский которого вы терпеть не можете и ваша дочка вы никогда бы не помыслили чтобы они были вместе уж тем более рожали детей а больше никого нет вообще никого не осталось вы сможете не любить вашего соседа и его ребенка после этого ну конечно как я наверное уже не сможете нет это просто невозможно иначе смысл жизни теряется окончательно на самом деле разные можно модели написать когда нужно сделать выбор опять-таки в пользу человечества отказавшись от собственного ребенка например над этим стоит поразмышлять да спасибо и вот еще вопрос знаете вы вот говорили да по поводу того что ну вот нас группа говоря бог пинает да там на развитие но бог это как она бог я вообще верю в бога вот и нас пинают там на развитие да например человек там сидит пьет пиво там и вот вот ему раз дали знак да ну что развивайся такой образ жизни вести не потребно как вы говорите вот там если он исправляется да его жизнь как-то идет по другому руслу но вот есть ситуации я например наблюдаю человек совершенно там хороший добрый да по всем моральным качествам по любым но например в жизни ему не ведет это я не спит я вот просто наблюдаю об окружении я понимаю что ведь поймите дело хорошесть или плохость она не измеряется галлонами пива она не измеряется чем-то таким что определено социумом как плохо стили хорошесть это это определяется совершенно иначе то есть вы задаетесь вопросами кто вы где вы и зачем вы в этом мире если вы этими вопросами не задаетесь а просто вы хороший человек просто хороший просто хорошие просто мария никого не бьете по голове при этом ничего нет при этом они еще деятельные ну например вот из политиков возьмем например фургала да но я так вот и у меня просто в голову что-то пришло конечно много таких очень ситуаций людей личностей вот владимир смотрите вот например возьмем политика да один он творит дела на благо общества он там его стремится какую-то социальную сферу уж социальные фонды одну секунду я вас сразу перебью а политиков вообще никогда ни под каким соусом они в каких форм-факторах хорошими не бывают хорошими не бывает но даже возьмем на примере какой-то малой организации не обязательно это вот смотрите в области политики например какой-то человек он там стремится развивать это общество да как-то творите там благие дела грубо говоря а тому кто выше над ним это невыгодно например мы пилим бюджет да с региональным там вот я президент ну я не знаю просто на чем еще привести пример даже на простой организации вот мне выгодно пилить бюджеты и я поставлю на это место того с кем не выгодно пилить бюджеты а тот кто будет грубо говоря творить какие-то благие дела которые противоречат моим принципам да я его постараюсь ну там закопать под землю что у нас очень часто и бывает в мире вот так тогда получается что не совсем работает вот эта схема что когда человек делает благие дела стремится к хорошему развивает это общество старается помогать другим людям вот мне вот этот процесс тогда не очень понятен почему тогда мы наблюдаем совершенно очень просто определить жизненный принцип благого человека очень просто не делай другому того чтобы делали тебе . да но бездействие над собой духовным развитием это тоже является неблагим действием ну это понятно но ведь у нас вот например даже фургала того от министра хабаровского края взять да вот там стремился наказывать устранить коррупцию да там нас наказывать каких-то неправильных людей его же ведь посадили там и и он не выгоден этой власти да ну например вот тогда получается что-то не всегда работает или это там какие-то все познается в сравнении но если элемент выходит за рамки существующие социальные модели ну да да вот этот вот процесс тогда не очень понятен то что даже если кто-то делает благие дела ну как там говорят благими намерениями выслана дорога в ад очень просто он занялся тем чем заниматься по большому счету бессмысленно поэтому начал пожимать плоды это путь тот которым идут некоторые политики выставляя себя в противовек существующей власти является путем идиота ну потому что очевидно да что систему и госмашину ты никак не сломаешь безусловно и есть выгодоприобретатели всегда во всем этом разные и государственные спикеры там которые там на каналах рассказывают одно второе третье вы что думаете что они это просто просто так что ли делать да конечно это все театр я понимаю что это большой театр там для за ними стоят выгодоприобретатели те это те кто руководят в том числе и существующей властью они это делают да 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 я это понимаю я поэтому и говорю что вот иногда например если человек идет противовес да и вроде бы он старается делать благие дела для общества для людей но вот эта система она не даст ему этого сделать как-то получается вот так было когда благой человек придет если его допустят к власти и поставят вместо тех с кем он боролся ему объяснят что он должен делать политика не может быть изменить да и тут получается либо ты ломаешься там под них до своим принципам придаешь грубо говоря и ну да политика такое дело грязное ну да в принципе понятно еще у меня можно вопросы есть вот знаете мне были у меня вещи сны иногда случаются вот мне непонятно как это происходит вот например да была такая ситуация я даже больше скажу я сначала потерю прочитала заговор из книги меня что-то болело я немного но я честно вот как-то без задней мысли взяла эту книгу прочитал заговор там нужно было выбрать жертву я выбрала свою там собачку мне значит снится со прочитала на нее жертву не знаю какой то может ну я вообще-то не думала что такое случится это было давно мне еще там лет много лет назад и еще таким подростком было вот и значит вместе цифрон что умирает это собачка через три дня я звоню маме говорю что вот эта собачка умерла вот и я в каком-то шоке находилась мне жалко было собачку и что и получается я я как-то убила что ли это да ее ну ну я конечно просто события сложились таким образом что вам объяснили по поводу того что мысль является первичным а материальные аспекты и события вторичные угу да у меня бессмысленно потому что изначально вреда принести и не хотели думали что все эти шутки угу да да но я была в шоке еще плюс вот этот сон то есть у меня были свидетели я там рассказала да людям что вот так случилось и вот и еще у меня был сон когда умирала моя прабабушка мне прям приснился сон и она вот слезно просила у меня прощения а мы жили вообще в другом месте там родители у меня живут далеко от прабабушки я ее видела раз жизни то есть мы как таковой связи регулярность не не имели там редко созванивались может там не знаю раз в год ну даже не знали о ее состоянии здоровья но она вообще долгожитель конечно и мне снится сон что она меня держит за руку прощается со мной слезно так при том и потом я просыпаюсь через полчаса раздается звонок от родственников нам говорят что бабушка умерла и вот принципе мне вот такие периодически мелкие вещи сны снятся вот эти вот таких два самых ярких ну и там о мелких событиях я даже там не говорю что там кто-то приехал кто-то уехал такое вот регулярно у меня случается меня в принципе это все сподвигло читать кастанеду зеланта вот мне интересно как это все работает и для чего мне вот эти вот сны даются ну как-то или это просто работает интуиция вот так что это такое вы переслушайте наш сегодняшний стрим мы существуем одновременно в семи мирах а также для того чтобы понять то что происходит раз уж вы в этом начали разбираться есть такое произведение у карла густова юнга называется а казуальный принцип почитайте а казуальный принцип я читала у юнга по моему только теорию бессознательного как-то пару лет назад казуальный принцип это последняя книжка которую он написал ее будучи еще не стариком а издал будучи стариком я прочту спасибо предисловие он объяснил почему он так сделал здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание